МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Диалог у озера». Я ее ведущий Игорь Шприц. Я забыл, что дальше-то говорить, Юра. Ну, тогда я помогу тебе, Игорь Шприц, чтобы не смущать наших телезрителей. Они сейчас, наверное, мучительно вспоминают, что же это за Игорь Шприц, лицо которого им очень знакомо. Да, это тот самый Игорь Шприц, ведущий нашего телеканала, который очень активно и много работал над программами. В частности, многие, я думаю, его запомнили, как человека с такой фамилией, по программе «Консилиум», которая была посвящена медицинским проблемам. Ну, выбор редакторов был очень правильный, Игорь, я считаю. Да, да, да. Я определил туда, потому что весь твой облик, он создает некое такое умиротворение и транслируется с помощью экрана, я думаю, так же успешно и удачно. А знаешь почему? Потому что мой прадед был военным врачом, мой отец был военным врачом, моя мама врач, и теща была врачом. То есть я должен был стать врачом, но не стал почему-то. Вот недавно у нас была передача, связанная с генетикой, как раз вот жалко не было этой фразы произнесено тогда. Ты еще тогда не приехал к нам в гости. Надо сказать, что Игорь Шприц сейчас не живет в нашей стране, он живет в Израиле, и приехал к нам на несколько дней, и мы с удовольствием принимаем его в нашей студии. И вот я, ведущий программы, теперешний ведущий программы «Диалог Узера» Юрий Гурченков, хотел бы окунуться в прошлое. Я просто хочу заметить, что я остаюсь российским гражданином. У меня два паспорта, израильский паспорт и российский. Въезжаю я по российскому паспорту, а выезжаю по израильскому. Но нам важно другое, что благодаря вот такой дуальности ты будешь появляться здесь, в России, и рассказывать нам о своем житье, бытие там, на чужбине. Да, может, я просто вернусь сюда. А может быть, вернешься. Это будет вообще замечательно. Ждем тебя с удовольствием. Но я хотел бы, чтобы мы немножечко напомнили телезрителям твою биографию, потому что она очень интересная, она вообще сплошная драматургия. Я сам иногда удивляюсь. Сам иногда удивляюсь. А ты помнишь еще то время, наверное, я так думаю, когда ты был физиком-ядерщиком. Да. Это изначальная твоя профессия? Я еще помню то время, когда я еще не был физиком-ядерщиком. Я только учился в школе номер 13 города Выборга, и мы с моей первой любовью пошли смотреть фильм «Девять дней одного года». И это определило выбор, я так понимаю. Это определило выбор. Я решил стать физиком и поступил на кафедру экспериментальной ядерной физики. Хотя только потом я понял, что основная идея этого фильма, основная трагедия фильма не в том, что там облучился главный герой Баталов, а в том, что он облучился и потерял некие мужские качества, отчего его жена ушла к теоретику с Мактуновском. Вот это вот. Тогда ты не подозревался. Не подозревался. Не, ну у меня все нормально. Мы с женой... Надеюсь, тем более Израиль, высокая медицина. Если вдруг что, не дай бог. Людям нужна энергия. Ты понимаешь, что энергия — это все? Так. Это свет, тепло, транспорт, изобилие, наконец, коммунизм. Так вот, Ильюшенька, мне очень хочется постараться отыскать эту энергию. Скажи, пожалуйста, когда наступил момент, когда ты все-таки понял... Да, ты же ведь еще и стал кандидатом физико-математических наук. Да, 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 да. Кандидат физико-математических наук. Но дело в том, что у нас в группе училось очень много умных ребят, которые стали физиками-теоретиками. И когда наступил вот распад такой СССР, и наука тоже стала потихонечку распадаться, теоретикам легко. Он взял свои мозги, взял карандаш, взял... Компьютер? Компьютер и все, переехал, и дальше он работает. А я экспериментатор. У меня там пятиэтажные здания, в которых установки, вот эти такомак, типа такомака. И я понял, что я как экспериментатор совершенно проигрываю. Ничего нет. Я как-то заказал одну лампочку, специальную лампу в городе Грозном. Мне прислали гигантский ящик, где была вся продукция этого. Кроме того, что мне нужно. Я подумал, что-то надо менять в своей жизни, и я решил писать пьесы. Стоп. А вот если бы все было нормально в стране, ну, я имею в виду, что продолжал существовать СССР, и ты бы остался в профессии? Я бы остался, я бы, наверное, стал доктором физмат-наук, занялся бы диагностикой плазмы, у меня были идеи какие-то, но я бы все равно что-то бы начал писать, потому что я уже пробовал еще, когда мне было 30 лет, 35, что-то такое. Моя жена называла это абортивные попытки, какую-то пьесу написать. Жестко? Жестко, но она филолог, поэтому она знала, что говорила. Ага. А почему все-таки драматургия? И почему именно это нельзя? Это очень просто. Это очень просто. Я подумал, что я могу? И оказалось, что я пишу сценарий для всяких лабораторных вечеринок, капустников, и мне удаются диалоги, там, монологи, и потом я понял, что пьеса, если ты напишешь одну хорошую пьесу, как Грибоедов, то... Всю жизнь обеспечен. Всю жизнь обеспечен, да. Коммерческий интерес здесь пьесу устроил тоже. Но я вот хочу, Юрий, поскольку мы ведем совместную передачу, я хочу и тебя спросить, а с какой ты профессией начал свою жизнь взрослую? Ну да, в этом смысле у нас немножко похожие биографии, потому что я получил первое образование в ЛТИ, Ленинградском электрофильском институте Ульянова-Ленина. Сейчас это электрофильский университет. Без Ульянова-Ленина. Без Ульянова-Ленина уже, да. Специальность моя называлась судовая электроэнергетика. И я проработал значительно меньше времени по специальности, потому что я вот тоже почувствовал, что мне как бы интересна более гуманитарная сфера. Тоже я начал попытки литературные, писал какие-то зарисовочки небольшие, рассказики, какие-то воспоминания, может быть, уже тогда. И вот эта литературная история меня все-таки привела в результате в кинематографический вуз. И если меня спросят, почему кинематографический, мне очень нравился Сергей Аполлинович Герасимов, его образ и его фильмы. И для меня он был такой культовой фигурой. А в результате мы оба оказались здесь. А в результате, да, вот мы сидим за этим столом, два человека, которые поменяли свою судьбу, да, и из технической, можно сказать, сферы перешли в гуманитарную. Но давай погружаться дальше в твою биографию. Ты все-таки здесь у нас гость, поэтому хочется побольше и побыстрее узнать от тебя. Как же развивалась твоя андроматургическая стезя? Несколько успешно? Да, я просто взял Макса Фриша, пьесу какую-то, и взял Чехова Антона Павловича, посчитал количество знаков, понял, что это примерно 70 страниц текста, и стал кропать пьесы. И написал несколько, три пьесы первых. Я решил пройтись по всему спектру, от трагедии до, так сказать, низкой комедии до фарса, детектив и прочая, драма там. Ну и как-то так был такой режиссер Кирилл Филинов, он стоял у истоков молодежного театра, он был у Карагодского актера, вместе с Тараторкиным, с Каморным. И нас познакомили, он сказал, да, это пьеса, и поставил меня в БДТ. В БДТ. Но это БДТ не тот БДТ, который у нас БДТ, а это братский драматический театр. Да, но это уже БДТ. С большим успехом прошла моя пьеса «Гроб», гражданская оборона, комедия. И как-то я понял, что вот это вот, мне все это удается, но тут наступила перестройка, совсем уже, и театры перестали ставить современных авторов. Зачем? Зачем? Ну, не надо платить. Платить деньги, да? Да, да, а так есть, Островский, там, Чехов, Мольев, Шекспир, Сафоков, там, и прочее, прочее. Вот для тебя была такая проблема, ты задавал себе вопрос или как бы сравнивал свое творчество с вот таким критерием «можешь не писать, не пиши». Была у тебя такая дилемма, ты в какое-то время не задал себе вопрос, драматург ли я настоящий, глубокий ли я драматург? Да, 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 я задавал себе этот вопрос, но мне говорили, что действительно хорошие пьесы у тебя, меня даже напечатали в современной драматургии, а потом происходили и те события, которые вроде бы начинались с каких-то незначащих фактов, но потом они приводили к каким-то довольно хорошим результатам. Меня, в общем, напечатали в современной драматургии, предисловие к моей пьесе, написал Борис Аверин, это профессор Петербургского университета, филолог. А потом уже, потом уже, через лет, через 20, его спросили, а знаете ли вы какого-нибудь драматурга в Петербурге? Он сказал, да, знаю, Игорь Шприца. Мне позвонили уже из самого, из настоящего БДТ, пригласили туда сотрудничать. То есть, вот такие вот вещи. Использовал ли ты в своем творчестве вот тот материал, который наверняка у тебя накопился за время работы в науке? Ты знаешь? Нет. Нет. Я пробовал написать одну пьесу про науку, ничего не получилось. Наука здесь совершенно ни при чем. Но у меня к тебе есть встречный вопрос. А ты после вот ВГИКа, да, ты закончил документализм, а ты куда потом, куда ты попал? Ну, дело в том, что во ВГИКе я поступил на заучное отделение, на сценарий факультет, на мастерская, у нас называлась Мастерская сценаристов научно-популярного кино и телевидения. Это был вообще последний выпуск, в 91-м году мы закончили. И на этом научно-популярное кино в нашей стране закончилось. Рухнова киностудия уже сейчас, наверное, не все помнят, который назывался Лен-Научфильм, где я успел написать один сценарий и продать его. Это был прикладной сценарий. Назывался он «Заделка пробоин в корпусах судов». Ну, это очень важно для моряков. Для жизнеобеспечения. Кстати, здесь очень такой интересный момент. Могу рассказать короткую историю. Значит, сценарий рассчитался на 5-минутный ролик. Меня познакомили с режиссером. Режиссер тертый, такой мужичок, был небольшого роста. Поскольку там были подводные съемки, он умел еще снимать и под водой. И когда он прочитал сценарий, сказал, ну, ты что, на 5 минут написал? Ну, как сказано, на 5 минут. Ну, мало, никаких денег мы за это не получим. Надо хотя бы минут 10. Я говорю, ну, где? Я вот возьму еще материал, никакого... Слушай, ладно. Значит, ставишь мне бутылку, и все остальное я беру на себя. Значит, я, естественно, запасся бутылкой, и уже когда все было снято, смонтировано, сдавали мы этот фильм, а он мне ничего не показывал, как он будет решать проблему с 5-ю минутами. Мы сели в зал, пришла там комиссия какая-то, значит, показывают фильм. 5 минут все нормально, по сценарию. Активные действия, моряки борются, заживутесь, вода хлещет, трюмы судна, там они подпорки всякие ставят. Проходит 5 минут, и появляются кадры моря. Море на расходе, море на закате. Красоты, красоты. Чайки над морем. То есть они спаслись. Дельфины. Они спаслись. Корабли где-то в долине, в горизонте идут. И вот так 5 минут. И вот таким образом он... Мне эта тема очень близка, потому что я лет 30 выходил ботсманом на парусной яхте, и там тоже есть система жизнеобеспечения. То есть на всякий случай приготовлю штук 10 разных затычек разного диаметра. Если где-то что-то сломается, то эта затычка туда... Да, да. Ну, примерно вот это и было написано, только там это все было на более профессиональном уровне, со специальными устройствами. А потом, когда все распалось, как ты попал на 5-й канал? Или это был не 5-й? Да, все распалось, вот это был 5-й канал, старый, да, старый 5-й канал. Тот самый 5-й канал... То есть он с самого начала был 5-м или назывался по-другому? Он назывался, по-другому, 5-й канал так и назывался. А почему 5-й? Ленинградская телевидение... Первый, второй... Ну, видимо, да. Но это был 5-й канал, который вещал на 80% территории Советского Союза и считался номером 1 вообще в Советском Союзе, потому что он очень сильно продвигал гуманитарную составляющую. Кстати говоря, канал подтверждал вот это вот название Санкт-Петербурга, Культурная столица, да, он всячески, как и Радио Ленинградское, между прочим, которое было полно программ связанных с культурой. Театральные постановки, чтение, музыка классическая. Все это вот, кстати говоря, на Радио Ленинградском вырос. Но потом, когда я попал уже на канал, а попал я таким образом, заканчивая в ГИК, я писал дипломный сценарий и назывался он у меня... Тогда это была актуальнейшая тема. Зачетия в пробирке. Зачетия в пробирке. Экстракорпоральная. Как тебе, ведущему, передача с консилиумом, знакомо такое слово. Экстракорпоральное оплодотворение. ЭКО. ЭКО, совершенно верно. Это была абсолютно новая тема, которая... Ты стоял у истоков. Я стоял у истоков. Как телевизионщик, правда. Но я действительно... В институте Отто все это происходило, там сконцентрировали были научные силы. А я, как человек, который собирал материал по поводу, хотел написать, собственно, я его и написал, и познакомился с таким профессором Барановым. Кстати говоря, он жив сейчас. Герой нашей передачи о генетике и его учеников, как выяснилось. Профессор Баранов, которому сейчас под 80 лет, вот он был моим научным консультантом на вот этом вот, на написании вот этого сценария про экстракорпоральное оплодотворение. Студия рухнула, сценарий завис в воздухе, за него не поставили пятерку, как за дипломный сценарий, но его надо было куда-то применить. И тут я делаю телефонный звонок на Ленинградское телевидение в редакцию «Просвещение». И с этого звонка начинается моя телевизионная карьера. Да. Алло, я Юрий Гурченков, нужна ли вам сценарий экстракорпоральное оплодотворение? Конечно. Примерно так. Нет, когда я сказал, что да, я молодой специалист, Юрий Гурченков, мне говорят, ну-ну, да, дальше, дальше, дальше. Но когда я сказал экстракорпоральное оплодотворение, мне сказали, а вот это интересно. Он говорит, что вам пропуск, приходите. Я пришел и познакомился с редакторами вот этой вот программы «Просвещение». Почитал им главы из этого сценария. Сценарий, надо сказать, был масштабнейший. Там было несколько линий сюжетных. Там были истории людей, которые не могли завести детей. Как наука продвигалась и помогала им в решении этих проблем. В общем, масштабное было произведение. И что самое интересное, этот сценарий приняли, и что самое-самое интересное, сняли, и все, что там у меня было написано. У меня было написано декорации в студии площадью такой-то. Декорации были изготовлены. Крупным планом снять оплодотворение. Сперметазоиды оплодотворяют яйцеклетку. Сняли! За деньги все это оплачивалось. Приглашались какие-то дополнительные люди. Я хочу сказать, Так надо было дальше развивать это все? Деньги кончились. Вот в чем вопрос. Я вспоминаю фразу с того времени прошел славный боевой путь какой-то покойный от сперметазоида до маршала бронетанковых войск. Ну да, в общем, каждый начинает с вот этого и заканчивает уже как получится. Игорь, сейчас режиссер мне показывает, что время рекламы наступило. Довольно трудно для ведущего всегда сформулировать оригинально. Попробуй. Да, у меня был целый лист, где было написано много-много-много. Но я помню что-то одно. Дело время, реклама, час. Скажи, пожалуйста, а почему ты все-таки принял решение? Ну, да, с дематургией стало не очень вообще с творчеством, с искусством в Новой России проблематично, скажем так. Именно вот это послужило причиной того, что ты покинул страну? Нет, нет, это не это послужило. Ну, во-первых, у меня довольно долгий был путь до этого. Я внедрился в телевидение, я там занимался программой День рождения, писал какие-то сценарии. Потом я попал под крыло Беллы Курковой, Ирины Михайловой, Зоя Беляева. И я стал писать для канала «Культура». Вот они на Карповке сидят, и я стал таким вот автором, который может все. Музыкальные программы, какие-то научные программы, такие-сякие программы, меня стали использовать различные по полной программе. А оттуда уже как-то потихонечку появился первый сериал «Поживем-увидим». Снимал его. «Поживем-увидим»? Да, Борис Кипнис, Сережа Носов писал первые, это наш известный питерский прозаик, первый сценарий, потом меня подключили, а потом Аркадия Тягая подключили, это известный сценарист, это вот его фильм. «Ленфильмовский», «Ленфильмовский», «Окно в Париж», и прочее, и прочее. И вот так я потихонечку зацепился, зацепился, и что-то это стало какие-то денежки приносить, а еще параллельно я писал гороскопы, года четыре писал гороскопы, в смене, значит, еще... Фантазийные гороскопы? Ну, конечно, фантазийные, но я в это дело не верю. Но иногда бывали потрясающие совпадения, просто, а фонареть можно было, как все совпадало, у меня у самого глаза лезли на лоб, такого быть не может, но это происходило, да, вот что-то, что-то в этом есть, возможно. Возможно. А вот сейчас я скажу одну вещь, после которой ты сделаешь круглые глаза. Да. Ты наверняка забыл, как ты проходил кастинг на роль ведущегося, шоумена в программе Супер Лото. Ба-ба-ба-бам! Вот эти самые глаза, о которых... Я проходил? Да. Что-то я так не... Мы там вместе проходили. А, может быть, да. Я помню, что там мы психологическую какую-то пытались сделать программу, снимали Евгения Колчина, моего сокурсника. Я, кстати, с ним недавно встретился, он потом стал председателем комитета по культуре. По культуре, да. Потом возглавлял капеллу. Да, капеллу, а сейчас он был военный министерский, военной медицинской академии в музее, начальник отдела. Вот вместе неделю назад встречались. Да, да. Но это другая тема. Нет, нет, ты вот уже забыл. Да, я забыл. Была такая программа. А вот я прошел кастинг и поработал там, ведущим. Это был единственный опыт у меня шоуменский на коммерческой программе, там, за реальные деньги. Ну, это было суперлото, которое открывалось очень большой помпой, но потом кто-то где-то, это уже был, наверное, год 93-95, кто-то где-то украл какие-то деньги, и я пришел к дверям, и хотя я стрессоустойчивый человек, меня всегда поразило, когда пришел к дверям, и на дверях нашей редукционной комнаты висел такой плакат «Программа закрыта». То есть никаких объяснений, что, чего, как, это уже потом выяснилось. Нет, я забыл, потому что я понимаю, что я не шоумен, я не шоумен. Я человек разумный, человек спокойный, у меня эмоции, так сказать. Я не могу кричать и кого-то уговаривать. Ну, и не хочешь, и бог с тобой. Не играет. Не нужен, и пойду дальше. Да, и пойду дальше. В этом смысле хорошо быть драматургом. Сидишь себе и пишешь, и мечтаешь о будущем гонорарах. У меня встречный вопрос, опять же, к тебе. Да, пожалуйста. В те годы, далекие, там, конец 80-х, начало 90-х, авторское телевидение тогда еще не называлось, никак его, в общем, не было. А ты все делал сам. Ты брал интервью, монтировал, снимал, писал сценарии. Ты был вот, как это, из Швеции, Жнец, из Дуду, из Бреста. Еще такое название есть. Как ты пришел к этому варианту? Ну, ты знаешь, честно говоря, вот у меня, как бы такая жизненная позиция, я считаю, что если хочешь что-то сделать хорошо, делай сам. Потому что коллектив, это вещь прекрасная, но люди всегда находятся в каких-то параллельных еще состояниях, у каждого есть своя параллельная жизнь, и эта параллельная жизнь влияет на производственный процесс, скажем так. У кого-то какие-то неприятности, он отвлекается на них, кому-то просто, кто-то не выспался сегодня, у кого-то еще что-то произошло. И в результате по сумме получается, что ты становишься заложником вот этих вот... Вот, вот, поэтому я стал писать пьесы, потому что ты один, ты написал пьесу, и ты за нее отвечаешь. Взяли, не взяли, ну, сказал, извините, кто-то взял, кто-то не захотел. Вот, видишь, на старости лет, мы давно знакомы, на старости лет мы приходим к взаимопониманию многих вещей, полному, причем, как я чувствую взаимопонимание. Вот, поэтому я делал по максимуму то, что я могу делать, да, там, в меру каких-то там своих возможностей я пытался заниматься монтажом, хотя, должен сказать, что это профессия отдельная, безусловно, и как бы залезать туда не стоит. Какие-то простые вещи можно попробовать помонтировать самому, на самом деле, лучше, когда это делали специалисты. Но все-таки за тобой стоит судовая энергетика? Судовая энергетика, высокая энергия помогала мне. Это дизеля или это все-таки электроэнергия? Электро. А, я объясню тебе как человеку, как драматургу, я тебе объясню, что такое судовая энергетика. Статоры, роторы, генераторы. Статоры, роторы, да, совершенно верно. И, чтобы уже до конца, так сказать, углубиться в эту тему, я проектировал военные корабли. Там была особая судовая энергетика. И, кстати говоря, для бытовых, таких вот обычных житейских вещей тоже кое-что можно было использовать. Я имею в виду теоретические знания. Потому что теоретики электрики даже пробку элементарную вернуть иногда не могут. Естественно. Они не знают, как ее по часовой, против часовой. И главное, в какое место ее уворачивать? Вот так. И надо потрогать. Скажи мне, пожалуйста, мне очень интересно, как вот ты сейчас предпринимаешь такую ситуацию? Ты общаешься вообще с молодежью какой-то? В Израиле или когда приезжаешь сюда? Ну, я стараюсь общаться, да. У меня сейчас сын в Израиле учится, ему 16 лет. Это довольно... Ну, сыну ты можешь сказать «выть» и все. У нас с ним такие хорошие отношения. Демократичные отношения. Да, демократичные. Я имею в виду другое. Язык взаимопонимания. Вот мы с тобой говорим, допустим, условно, там актер Баталов, актриса Гурченкова, да, и для нас за этим целый как бы пласт огромный, да. А я уже из своего опыта, когда я общаюсь нечасто с молодыми людьми, я говорю, ну, вот Гурченко, актриса, а кто такая? Кто такая? Кто Баталов, да? Так нет, даже спросишь, а вот, я переезжал, у меня было масса всяких вещей, и была бригада, русскоговорящие ребят. И здесь, у меня был большой портрет Ленина, который мне подарил один мой друг. Я, значит, показываю бригадиру, говорю, узнаете? Он так смотрит на Ленина, потом на меня, говорит, это ваш папа? Они совершенно не понимают, кто такой Ленин, не в теме, а уж Брежнев, там это прочее, это они даже и не знают. Ну, это представители, наверное, среднеазиатских республик. Нет, это обычные молодые ребята, которым уже все, и российские, и израильские, которые недавно приехали. Все, понимаешь, настолько информация стала другая, настолько потоки информации со всех сторон, что человеческий мозг что-то лишнее отбрасывает, и наши воспоминания, это уже столетние, давности воспоминания. Архаика полная. Да, да, и спокойно, не надо волноваться. Ты сейчас, как я понимаю, ну, не скажу, что обеспеченный человек, но финансово, в устойчивой ситуации находишься, да, пенсионеры? Сверхустойчивость. 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 Мне никуда не деться. Сверхустойчивость, да. То есть, время свободное у тебя есть. Да. Я к чему все это говорю, про молодежь и контакт с молодежью? Не хочешь ли попробовать написать пьесу для молодежи? А. Вы говорили сегодня о машине времени, которое перенесла? Такой вариант у меня уже был. Ровно 8 лет назад мне позвонили из БДТ, из Горьковского театра. Ну, он не Горьковский, он теперь-то в Станововский театр. И сказал, с вами хочет поговорить сам Чхиидзе, главный режиссер театра. Ну, я, естественно... Тогда главный режиссер. Да, я, естественно, вскочил, прибежал. Разговор был недолгий, 15 минут. Он ходил и говорил, вы знаете, у меня вот давно мысль есть такая, с грузинским акцентом, поставить спектакль по фильму Марселя Корне «Обманщики». Это 1957 год. Там еще молодой Бельмондо играет совсем 17-летний свою первую роль. Вот есть сценарий, такая была книга, французский киносценарий. Я говорю, вот, напишите пьесу по этой... Ну, что-то такое, напишите. Потом он так рассердился, сам на себя. Ну, в общем, пишите, что хотите, говорит. Ну, только что была... Достали, пишите. ...и смерть. Ну, и я, так сказать, выпучив глаза, вышел. Я понимал, что это, наверное, единственный случай в жизни, который упустить я не мог. Я не мог себе это позволить. Я бы себе не простил. Потому что был такой... Саша Попов, драматург, он написал пьесу дальше-дальше, где-то 89-й, 90-й год, даже, может, 88-й, значит, Товстоногов, Захаров там, и прочие-прочие, и москвичи, все... Это то, что нам нужно. И он ждал год, ждал два, никто его не поставил, и он повесился. От меня этого... Не дождетесь. Не дождетесь, да. А передо мной Сережа Носов писал тоже по заказу Чиидзе, потому что тот же Аверин, Басилашвили спросил Аверина, говорит, каких петербургских драматургов ты знаешь, он сказал шприц, и Носов. И сначала Носову предложили, а потом мне предложили. И Сережа написал пьесу. Она не удовлетворила Чиидзе, ее дали другому режиссеру, и уже висели растяжки, ее сняли. Не дали. На главную сцену после генеральной репетиции отменили. Я понял, что я не выдержу такого. Я прочитал сценарий и написал пьесу «Мерси, Мерси». Отдал, ее поставили в 2010 году. Это пьеса для молодежи, потому что Чиидзе сказал, мне нужно задействовать всех молодых артистов, всех, кто есть, Чохом. Это для артистов молодых? Да, да. Я просто все перенес в Россию, переделал все, заделал чуть-чуть другие, ходы, но в основном это было по сценарию Марселя Карли. Я высчитал, я высчитал молодого Чиидзе 1957 года. Я для него писал, потому что тут ведь для одного человека пишешь, это уже потом. Главное пройти Чиидзе. Я прошел его, и это, в общем, наполнило мою душу счастьем, хотя меня, конечно, грязью полили критики со всех сторон, кроме одного. Один сказал, что замечательный пьес. Я не помню, его Павел звали, вообще. Ну, какого-то пьеса пошла, прошла. Прошла два года, да. Потом Чиидзе сменил Могучий, пьесу сняли, и все. Но у меня висит большая афиша, написано, премьера, Игорь Шприц, БДТ. И вот эта известная Алла Босар зашла как-то, посмотрела, о, тебя, говорит, ставили в БДТ. Я говорю, да, было, было, подумаешь, ставили в БДТ. Меня и первый канал ставил. Ну что, сможете? Я все смогу. Нет, все не надо. Просто войти, сказать, что вы с письмом лично министру Сипягину, потом выстрелить в него, все, больше ничего. Сейчас в мою очередь задавать тебе вопрос. Тебе всегда нравилось ездить в творческие командировки, да? Ты любил ездить по всей стране. Да, я вообще путешествую. Это сохранилось до сих пор? До сих пор. Или с возрастом ты, так сказать, немножечко осел? Нет. Или ты стал не так далеко ездить, скажем, соседи, квартал там, или на окраину Питера? Ну, скажу сразу, значит, передвигаться я по-прежнему люблю, независимо от дистанции. Здесь есть соседний квартал, у меня такая иерархия средств передвижения. Я прикидываю, могу ли я додраться до точки Б пешком, если я могу это сделать, у меня нет тяжелого груза, и это в пределах 5-7 километров, я иду пешком. Если это немножко дальше и дорога неплохая, я еду на самокате, у меня классный французский самокат. Самокат электрический или обычный? Конечно же нет. Конечно же обычный. С удовольствием ножками. У тебя нет средств купить электрический? У меня нет мысли купить электрический самокат, потому что это очень расслабляет, это очень пагубный путь в гиподинамию. Понятно. Кстати, тебе тоже рекомендую. Спасибо. Чтобы добить тебя уже до конца. Следующий момент у меня, велосипед, у меня их два. О, ты богатый человек. Я очень статистический человек, потому что один из велосипедов, у меня трофейный немецкий велосипед, сейчас не помню точно название фирмы, которая его выпускала, 35-го года выпуска, до военного, еще привезенный моим родственником из Германии. Ого. Я его восстановил, правда, не до конца, у него великолепный ход, и на этом в велике я рассекаю по Петербургу, ты можешь это увидеть. Ага. Это потрясающе. Все оборачиваются, потому что такого велосипеда ни у кого больше нет, я абсолютно в этом. Дашь покататься? Ну, не знаю, надо посмотреть, как ты ездишь на трехколесном велосипеде сначала, а потом... И следующий этап это автомобиль. Так вот, по поводу поездок. Единственное, что меня сейчас тормозит в поездках, то есть на подъем я по-прежнему очень легкий. У меня есть специальные рюкзаки, сумки, я могу, в общем, в танке двигаться. Это наличие денег и наличие свободного времени. Если это есть, то я... Понятно. ...передвигаюсь, двигаюсь. Ну что ж, я тебя поздравляю, потому что обычно уже в моем возрасте как-то уже начинают еще суставы, суставы дают о себе знать. Суставы, ну, значит, вот тогда уже нужен электрический самокат, но двигаться нужно все равно. Понятно. Вообще я хочу сказать, что, конечно, я человек мира, хотя не часто бываю за границей. Это называется «Мое отечество, все человечество». Все человечество, да. Хотя я очень люблю Россию и Петербург. Ну, естественно. И год от года люблю Петербург все больше и больше. И мне очень нравится бывать в разных местах, как я уже сказал, и очень нравится общаться с людьми. И я это пытаюсь... А людям нравится с тобой общаться? Ну, не все. Не всегда. Тут я немножко так скуксился, занялся что-то, да. Не все, конечно, обращают внимание на мои попытки как-то сблизиться. Но вот у меня своя прелесть, как человеку, который тоже продолжает заниматься литературой, в какой-то степени творчеством. Мне важно научиться войти в контакт с человеком, разговаривать его и узнать о его житье, бытие. Этим я люблю заниматься больше всего. Может, поэтому меня и держат на этом канале, что для меня всегда интересно. Наверное, да. Наверное, только между нами. Ну, так это видно. Это видно. Вот так мы здесь и живем. А я бы хотел узнать, как тобой теперь воспринимается Россия и Петербург со стороны? Взгляд, да, со стороны. Ну, ты знаешь, ведь на самом деле, когда мы решили переехать южнее, это на самом деле такой инстинктивный зов для всех пожилых людей. Ну, это старше 65-ти. Потому что и американцы едут во Флориду, англичане едут в Испанию, немцы едут тоже там в Грецию. Постоянно, постоянно место жительства. А я еще яхтой занимался. И здесь Балтика, она меня несколько подавляла, потому что все время сидишь укутанно в ватниках. Холодно. Да, в меховых шапках даже в июне, в июле. Вода холодная, мне бы хотелось вот к теплу. Мне бы хотелось. И мы решили вот переехать. Но, во-первых, я что сделал? Я понимал, что без своих корней мне не прожить там. Поэтому я арендовал большой 20-футовый морской контейнер и запихнул туда всю свою квартиру. Все, что мне позволили взять. Все. Ну, мне не позволили взять секретарь, не позволили взять книжный шкаф моего прадеда. Он, дескать, слишком старинный. Больше 100 лет нельзя. Ах, вот как. Нельзя. Не выпускают за границу. А все остальное мне позволили. Все книги, все картины, все полочки, все столики, там, стульки. Все это я запихнул. Последним поставил плоский телевизор. Он, кстати, не выдержал. Он треснул. Ну, ничего страшного. Он был старенький уже. И все это переехало в Израиль. И теперь вот к нам зашли какие-то две медсестры. Там благотворительное общество по созданию банка костного мозга для больных детей. И, значит, они сказали, мы таких квартир в Израиле не видели. Это петербургская квартира. Поэтому я сижу в петербургской квартире, я смотрю русские каналы и периодически приезжаю сюда и с удовольствием прохожу по Невскому своими путями, там, где я жил. Для меня Россия остается вот просто... Я в ней живу вот как. Да я почему-то спрошу, потому что наверняка ведь там идет своя информация о России какая-то. Средства массовой информации Израиля и другие говорят под определенным углом о событиях российских. Нет. А вы смотрите и слушаете много российских каналов? Там это все есть? У меня этих каналов все каналы есть. Все каналы есть. Все каналы есть. Абсолютно все. Есть, правда, еще украинские примерно равное количество. Я иногда смотрю украинские каналы, а ивритоговорящие каналы, конечно, город слишком русский. Нету практики. Не получить ее никак. Особенно, если ты не работаешь. Это печально. О чем ты думаешь в том смысле, что о чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? Да, у меня много мечт. Какие у тебя планы? Да, планы у меня написать пару-тройку пьес, может быть, чтоб пять, заработать деньги. Об этом я мечтал еще в 90-м году, когда начинал писать. Как вы нитью проходя еще на что-то? Да, да, да. И чтобы я вот на эти деньги путешествовал по всему миру, по всей России. Я мечтаю в России проехать от Москвы до Владивостока. На чем? На поезде, естественно. Я когда был маленький мальчик, отец служил на Камчатке, мы это проехали. Потом побывать на Камчатке, потом побывать в Норвегии, в Антарктиде, побывать на Северном полюсе, обойти на яхте вокруг света и где-нибудь, в общем, отбросить концы примерно в конце этого путешествия. Отбросить концы, это концы, имеется в виду, яхты. Яхты. А там дальше, дом престарелых, это уже не мои дела. Ну, у нас схожие планы, может быть, в какой-то точке мы опять пересечемся, да, обрати внимание, что приятный, что у нас как бы в Двенпроцессе, ну, мы вот как раз там и не пересечемся, потому что я остаюсь здесь, а ты будешь там. Но вот эти путешествия, это тоже очень интересно, я с удовольствием это составлю компанию. Ну, чтобы закольцевать нашу передачу, давай вернемся к истокам, все-таки ты стоял у истоков канала нашего, давай мы вспомним ту самую передачу, с которой начиналось твое творчество здесь на канале, это передача «Консилиум». Да-да-да-да-да. Это передача «Консилиум». Мы можем показать тебе кадры, вот посмотри, пожалуйста, узнаешь ли ты себя. Да. Это программа «Консилиум», я ее ведущий, Игорь Шприц. В нашей программе мы рассказываем о 40-й больнице, столь хорошо известной жителям нашего района. А куда вы меня привели, куда вы меня вставили, я боюсь. Вокруг такая космическая техника, не хочется сказать, как Юрий Гагарин. Поехали. Поехали, Анжелинка Владимировна. Что вы будете с ним сделать? Я весь в вашей власти. Наталья Евгеньевна, я весь в вашей власти. Польня Петровна, я вот лег, я теперь должен молчать, то есть я полностью в ваших руках. И смотреть прямо перед собой. И замолчать. Тихо, тихо, тихо. Нет, у меня нет шума в ушах. Слышь, ровные линии. Нет. Чуверен. Так, кажется. Это вы узнаете с одноименным названием шприц. В частности, данный шприц приготовлен для отпуска ректальной процедуры. 60 миллиметров. Не обязательно всем. 60. Ну, понятно. Объем введенной грязи бывает разный. Но методику я это вам рассказывать не буду. Это таинственная, приятная процедура. Понятно. Для не очень слабомерных процедур. Кстати, говорят, что алкоголиков очень чистые артерии. Я сижу как диагент. Да. Как философ. И меня посещают философские какие-то развлечения. Будьте здоровы. Ваш ведущий Игорь Шприц. Как ты погрузился? Перевоплотился? Нет. Я с удовлетворением увидел, что я с тех пор похудел довольно сильно. С тех пор похудел? Да, да. Килограмм 15 я точно сбыл. Здесь ты питался лучше, чем там. Дело не в этом. Дело все-таки климата. Он отбивает такой аппетит большой. Все-таки жаркий климат. Жаркий. Да, он сушит, сушит. Поскольку у нас в гостях находится Игорь Шприц, то тогда сейчас инъекция рекламы на нашем канале. Я у меня к тебе тоже вопрос. Будучи ведущим диалога «Озеро», ты встречаешься с очень интересными людьми. Они вообще интересны тебе, как журналисту. А кто из гостей программы наиболее запомнился лично для тебя? Ты знаешь, у меня здесь двоякое ощущение. С одной стороны, у меня подход такой. Чем труднее герой, чем менее он разговорчив, чем менее он контактен, чем более он закрыт, тем с точки зрения профессиональной интереснее вот эту скорлупу преодолеть. Скажу честно, не всегда это удается. Как мне кажется, это удается. Вот этот герой мне нравится. Я не буду называть фамилии, потому что это такая история чисто производственная, технологическая. А с точки зрения эмоциональной есть люди приятные. И из последних героев нашей программы, я бы назвал Александра Малича, ведущего, кстати говоря, теперешнего пятого канала, не пятого, а канала Санкт-Петербург. Александр Малич, он такой красивый молодой человек, но он уже не очень молодой. Красивый молодой человек, да. Вот Александр Малич, ведущий канала 78. Да-да-да, он на сотке был ведущим. Да, совершенно верно. Он был на сотке, а сейчас он ведущий канала 78. Мне очень понравилось общение с ним, потому что, кстати, молодых людей, хотя он уже такой, ну, скажем, среднего возраста, не совсем молодой, но общение с ним было легким, приятным, потому что он очень такой текучий, ртутный человек. Он такой профессиональный. 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 Он очень хорошо реагирует на разные вещи, встраивается в разговор, поэтому с точки зрения общения, вот такого, да, взаимодействия, это, пожалуй, вот из последних героев, наиболее запомнившиеся мне. Понятно. Ну, я помню, у меня, мне было очень приятно беседовать с Ильей Стоговым, который вошел в школу. С писателем журналистов. О, говорит, у вас ведущий, сам Игорь Шприц, мне это польстило. Ну да, что кто-то, кто-то меня еще знает. Советский Союз развалился 20 лет назад. А я уже 18 лет работал в Москве в довольно крупном журнале, который спонсировал ЦК ВЛКСН на тот момент. А как это произошло? Вы рано созрели как гражданин или как личность? Как гражданин? Я до сих пор не до конца созрел. Я просто помню себя 18 лет. Я был, ну, просто вот, розовый, такой мальчик, абсолютно. Золотой медалист ни к чему не способен А вы уже были журналистом Вы были золотой медалист? У вас все пятерки были? Все пятерки, да, у моей жены тоже все пятерку Я боюсь, что наши жизненные пути Не шли параллельно Потому что когда я закончил 8 классов Я в детстве хотел быть космонавтом Как мне казалось На тот момент, это был 86 год Для того, чтобы стать космонавтом Обязательно нужно закончить 10 классов А не 8, потому что именно в 10 Преподают астрономию Ну как политископ, астрономия не знаешь В созвездиях запутаешься Нет, ну я думаю, твое имя уже вписано В аналог, да, в историю петербургской Ну конечно, консилиум Это череда врачей От офтальмолога до проктолога Это все эти врачи Я помню, что кто-то сказал Откуда у шприца столько вопросов А я вспоминаю, потому что я в детстве Читал том за томом Большую медицинскую энциклопедию И 8 томов акушерства и гинекологии Да, жалко, жалко Жалко, кто уехал, надо было продолжать Потому что это, конечно, бесконечная череда И, кстати говоря, на экране Если бы не было подпечатки Кто такой вот перед нами, да То Игорь Шприц вполне можно было бы подпечатать И главврач в 40-й больнице И я думаю, что тут не было бы никаких противоречий Я с удовольствием вспомнил программу консилиум Какие-то вещи я уже забыл Но какие-то у меня в памяти А ты помнишь свою первую программу? Диалог у озера С чего ты начинал? Вот, ты знаешь, не помню Не помню, какой была первая программа Помню, что, конечно, я волновался Потому что у меня перед этим был большой перерыв В ведении программ И я не помню, кто был первым моим героем Ну, мы-то помним Вы-то в Израиле помните? Я еще здесь был Вел консилиум, а диалог у озера я уже не был Интересно было бы посмотреть вообще Что я там наговорил и с кем я встречался Ну, давай посмотрим Ага, ты подготовился, да В эфире диалог у озера Меня зовут Юрий Гурченков А в гостях у нас сегодня Директор историко-культурного музейного комплекса В разливе Шалаш Наталья Коваленко Здравствуйте, Наташа Здравствуйте Вы, вообще-то, Наталья Степановна Но у меня просто язык не поворачивается Называть вас Наталья Степановна Давайте общаться так, по именам Именно на этом я постоянно настаиваю Замечательно Ну, соответственно, нашему гостю И наш интерактивный опрос Вернется ли шалашу Владимира Ленина в разливе Его былая популярность Отвечайте нам, пожалуйста, по телефону 340-73-62 Ваши ответы должны быть Да или нет Да Ну, да Выбыл, это не самый лучший фрагмент Я чувствую, что там нравится Ну, что делать Ну, зато, видишь, есть шарфик Это у тебя такая фишка, да? Такое впечатление, что ангина у меня вообще Как будто Ну, это ангина уже много лет продолжается Да, это ангина продолжается много лет, хотя у меня совершенно нет предисположенности к ангинам на самом деле И какой-то я слишком полноватый Тоже похудел Тоже похудел Вот, видишь, время делает нас более стройными, я бы так сказал Да И это приятно Это хорошо Хотел вот о чем спросить тебя, как яхтсмена Очень важна же команда, да? Вот тот коллектив, в котором ты отправляешься в путешествие Кстати говоря, какая длительность самого большого у тебя была в путешествии? На яхте На яхте это примерно месяца полтора или даже два А когда мы ходили на Кубок Балтики, мы шли из Ленинграда до Риги Или там до Венспелса, или до Калининграда А потом уже не торопясь, это были гонки Пять этапов Ленинград, Таллин, Таллин там Хапсала А потом мы возвращались назад уже с женами Это уже было приятное путешествие И оно было приятное тем, что на Балтике в основном дуют юго-западные ветра То есть гонялись мы на встречных Вы шли галсами Да, мы шли галсами, лавиров А назад уже шли под полными парусами, со спинакером, без качки Это было кайфово И вот это было где-то лет 25, может даже 30 продолжалось Капитан яхты был мой троюродный брат Слава Бриллиантов Я был и боцман, я был и штурман и прочее Но потом как-то все Очень спартанская яхта Л-6, она такая, 12 метров Некомфортабельная Нет, некомфортабельная Туалета там не было В общем, все время мокрые, все время незащищенные Дожди, там шторма А потом уже, когда я отошел от этого И капитаном стал сын Слава Бриллиантова Никиты Он до сих пор славный капитан Один из лучших капитанов Питера Мне вдруг пришло предложение Евгения Сидихина Он купил... Сняться в кино? Нет, нет Об этом даже... Хотя я ему написал сценарий Очень хороший сценарий Жене он понравился И вот уже несколько лет мы пытаемся его как-то продвинуть Но не получается, потому что денег нет Женя купил яхту себе, хорошую яхту Дельфию, польского производства До этого мы ходили с ним на небольшой яхте В Финляндию, в Хельсинки, в Выбор А тут шикарная яхта Три каюты двухместных Значит, два туалета Кухня, холодильник, обогрев там Автопилот Шикарный И я на ней несколько лет ходил С большим удовольствием Ну, потом, когда надо было уезжать А Женя все время в съемках, в съемках, в съемках И пару лет яхта даже не спускалась На воду Я как-то понял, что, скорее всего, нашим путешествием будет Ну, придет какой-то логический конец Здравствуйте, дорогие телезрители Вы смотрите программу «Диалог у озера» Я ее ведущий Игорь Шприц Сегодняшняя программа, к сожалению, не в прямом эфире Потому что наш гость очень занятой человек У него все время съемки, все время интервью И разного рода мероприятия Я представляю вам наших двух гостей Это Евгений Владимирович Сидихин И Анфиса Евгеньевна Сидихина Анфиса Это младшая дочь Евгения Владимировича У него еще есть две дочери Полина и Глаша Ну, я не буду называть Евгения Владимировича по полному имени-отчества Потому что, на самом деле, я являюсь матросом в его команде на яхте Поэтому капитана я буду называть просто Евгения Ну, и он меня будет просто называть Данилыч или Игорь Как ему заболеваться? Ну, ты решил так опроститься Ну, как тебе удобно Ну, ты же не матрос, Игорь Да, я все-таки не матрос Я там старпом Но иногда я и боцман, и матрос Боцман, и все Ну, боцман, это, скорее всего, Данилыч Женя, ну, вот первый вопрос Ты решил стать актером вопреки воле родителей? У меня были прекрасные родители Они, их воля по отношению ко мне, это полная свобода была Все было в моих руках Они очень удивились, когда я поступил в театральный институт Это единственное, что А можешь объяснить, что тебя привлекает в яхтенном спорте? В яхтенном спорте меня привлекает то, что ты растворяешься Вот ты только отошел от пирса Все, паруса встали И ты идешь куда-то И хорошо, если никого нет Все спят там или еще что-то Готовятся там, обед может готовить А ты сидишь один, ты управляешь И все Белеет парус одинокий Я бы с удовольствием ходил в одиночку Но для этого нужна хорошая яхта И очень хорошее здоровье Потому что вот в моем возрасте уже в одиночку мало кто ходит Это все-таки надо будет где-то 40-45, вот так, максимум 50 Ну, ведущий, популярный ведущий программоконсилиум Могу и подтвердить Что у него есть таки хорошее здоровье Несмотря ни на возраст Оно есть, конечно, но оно все время требует починки Такого капремонта То одна, значит, откажет, то еще что-то откажет Ну, а вдвоем с кем-то пошел бы в кругосветку? Вдвоем пошел бы, втроем лучше всего Мало ли что с кем-то случись А третий, это все-таки подмога Это уже... Нет, у меня есть сейчас предложение Мне два как раз яхтсмена говорят Игорь, пошли с нами в Антарктиду Из Киева они купили яхту Они ее сейчас готовят Это, кстати, второй Тигай, Аркадий Тигай, режиссер И он говорит, ну, давай пойдем с нами На каком-то этапе Я вот так думаю, может, действительно пойти В Антарктиду А там ревущие сороковые Там волны такие Ужас это вообще Ну, если что, приглашайте меня Потому что у меня есть удостоверение матроса второго класса Я же все-таки был связан с корабельной темой И умудрился получить такое удостоверение Понятно, ну что ж, хорошо Ну что ж, Игорь Фраза, которая тебе хорошо известна Неизбежно время нашей передачи подходит к концу Очень приятная у нас была встреча Давно мы не виделись И много интересного я узнал о тебе, кстати, несмотря на... Ну, я сам узнал много интересного о тебе Познакомились Познакомились Надеюсь, ты будешь появляться здесь у нас в Петербурге И на нашем канале И мы будем опять что-то вспоминать И не только вспоминать, а говорить и о планах, и о перспективах Потому что какие наши годы Да Ну что ж, у нас в гостях был драматург, физик, путешественник Любитель жизни Игорь Шприц Я благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшней нашей передаче Наших телезрителей И хотел бы, чтобы все-таки финальную точку Так же, как и в начале у нас выступил Игорь Поставил наш гость Игорь Шприц Я был рад встрече с вами, мои дорогие телезрители Я буду сюда еще приезжать неоднократно Видеться с вами Всего вам доброго Желаю удачи Ваш Игорь Шприц Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова